друзья всем привет мы сейчас находимся в аэропорту время 220 вот и я не знала что в аэропорту есть такие как мини гостиницы капсулы выглядят они конечно очень круто но очень дорого вы знали что в аэропорту есть вот такие капсулы 1 час стоит сейчас скажу 500 рублей то есть чтобы вам поспать хотя бы два часика вам нужно заплатить здесь тысячу рублей на самом деле это очень удобно и комфортно но я бы не стала платить вот за это вот мы летим в тунис сейчас у нас самолет в 4 часа летит на 4 часа вот вы кстати знали что если ты идешь покупать путевки то там можно на сайте за 20 за 24 часа забронировать себе место но есть исключение когда ты бронируешь билеты нужно учесть еще то что нужно платить за страховку и за самое место в общем это выйдет вам примерно в полторы две тысячи мы никогда не задавали себе вопрос ну почему все самолеты белые практически все первых солнечный цвет он отражает и самолет не будет нагреваться во вторых это практично и экономичным если допустим самолет покрасить желтый цвет то дополнительный слой краски прибавит вес к самолету на 450 500 килограмм а это значит что будет нужно больше топлива чтобы покрасить самолет в желтый цвет понадобится от 50 до 200 тысяч долларов никакая авиакомпания не согласится на это много веса много топлива много топлива много денег а еще если у самолета будут какие-то повреждения трещины и ссадины протечка масла на белом свете это будет все лучше видно и устранить причину еще мы зашли в дьюти-фри и увидели джимбин который даже в питере стоит дороже посмотрите здесь за 1440 евро на наши деньги получается 1050 рублей за 1 литр ну я думаю что в питере не найти такого огромный самолет просто это очень хорошо 21 л ну конечно 7 офигенный самолет очень ну ладно с томатом он все равно офигенный самолет большой только я первый раз на таком лечу ну в до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересные сумки разноцветные, прям на ваш выбор и вкус Субтитры сделал DimaTorzok 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 красивый получается от этого территории отеля наши все горки и красота море сейчас мы идем в магазин за территорию отеля посмотрим пару вещей которые нам необходимы а а кастер у о 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы сейчас идем кушать, обедать в ресторан В этом ресторане бесплатно можно поесть только один раз Как нам наш гид сказал, что она не слышала каких-то положительных отзывов Мы посмотрим, как там готовится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, картошечка и овощи Это наподобие каких-то сосисок Пицца, мясо, рыба Да? Да, и рыба И с видом на море Шикарно Нас посадили в желтое такси Оно считается самым дешевым Вот, и нам сказали идти сейчас прямо и направо Здесь мы, по идее, будем кататься на квадроциклах Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошая была экскурсия Если бы можно было свободно кататься Было бы, конечно, еще лучше Ну так, очень хорошо Хорошие получились фотографии Подфоткались мы там Сейчас пойдем в номер Потом на ужин И отдыхать Видите? Обалдеть! Это Дорадо? Да Дорадо, вот видите? Интересно, он узнает Клево В общем, вот такие рыбы С маленьким названием Дорадо обитают Ну, там еще дальше рыбачат Если пройтись по берегу То там еще дальше можно найти людей Которые рыбачат просто Которые просто рыбачат Мы сейчас ловим такси И знаете, куда мы едем? Да, мы едем в аптеку Только потому, что Кондиционер, ну-то именно от уловника И походу, что он был отит Как бы он не перешел в нойный отит Вот, чем он порвал Поймал такси В общем, мы приехали Нам нужно идти туда Я не думаю, что здесь есть аптека Я не знаю Он сказал идти туда Но я тоже не думаю, что там есть аптека Нет, это тут храм А, храм нас привез Сори Один с нами А, вот Коман, коман Коман, окей Да, у нас там до храма Приделся Но, на мне Сейчас, секунду А, фармасия Фармасия, да? Аптека 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 Чуть-чуть не туда приехали Может, мы в храме вылечим ухо Ходи в аптеку Не знаю, поймут ли нас там Но посмотрим Аптека 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 Субтитры сделал DimaTorzok Купили капли, они стоят почему-то очень дешево, 3 динара всего Это дешевый капель для ушей По 5 капель в ухо нужно И так 3 раза в день, да Ну в общем, наше такси ждет, вот оно наше В общем, мы уже приехали Я уже теме закапала там капли в номере И что хочу сказать по поводу страховки Страховка так себе Когда у Семы болело ухо, мы пошли к местному врачу от отеля Он с нами общался через переводчик, но мы прекрасно друг друга понимали И сказал, типа я вам ничем помочь не могу, у вас есть страховка Мы пришли в номер, я попробовала позвонить через тунисскую сим-карту, у нас ничего не вышло Мы попробовали через... Потом тема вышла из авиарежима и попробовала позвонить через российскую сим-карту Мы дозвонились, все нормально Нашу заявку приняли Мы потратили на это полторы тысячи, но это сейчас не важно Сказали, чтобы мы ждали звонка от оператора Нам позвонят и все расскажут Через 5-7 минут нам звонит женщина и говорит К вам в номер приедет врач Если вам поставить диагноз АТИ, то по вашей страховке все будет бесплатно Если это будет серная пробка, то ваше лечение будет стоить 100 евро Будет 7 тысяч рублей Мы подумали и решили отказаться И вот поехали в аптеку покупать капли В общем, страховка это не скажу, что самая прям надежная вещь Просто такое у нас было в первый раз Если мы не знали, что и как делать, зато теперь будем знать Что хочу сказать Лежу уже в поле С 12 часов Около 6-7 часов Лечка переедет автобус Просто вот так вот мы Водичка, чипсоны Сумочка, чемоданчик Мы просто умираем от жира, очень жарко Уже поскорее хочется уехать Домой Присесть в самолет И помчаться А еще мы прилетаем Мы прилетаем в Питер ночью Вот спим Потом мы едем к Платнему Лору Потому что у Темы мы пришли уши Вот пытались описаться в поликлинику Там не было свободных номерков Поэтому едем к Платнему Посмотрим, что нам там скажут И вечером у нас автобус Очень хочу сказать Интересная история с нами произошла Сегодня 18 число Вылет у нас 19 числа 21.10 самолет Мы почему-то подумали Что у нас самолет Сегодня Нас забрал трансфер И поехали в аэропорт В аэропорту уже к нам Подходит девушка И говорит то, что Скажите вашу фамилию Вышла какая-то накладочка Вот И просто мы перепутали число В итоге мы сейчас едем обратно в отель И вылетаем мы завтра В общем, примерно так Хотя не примерно так Вот именно так выглядит наш номер В принципе Простенько, но со вкусом Там балкон Сейчас вам покажу А про это ничего интересного? Ну вот, как-то так Кстати, по поводу телевизора Работает только один канал Это СТС и Россия Да, два канала И все Больше ничего не работает И хотя по СТС идет Повторяются одни и те же сериалы И в общем, смотреть это каждый день Это мне интересно И очень скучно Нам не повезло Но мы сами в этом виноваты Только потому, что В 12 часов Надо сдать ключ от номера Мы просидели в холле 4,5 часа Полтора часа ехали на автобусе Потом в аэропорту уже Лидша поняла, что Она забрала не тех людей Тех людей Она оставила в этом отеле Забрала нас Мы потом полтора часа Опять ехали в отель И вот мы снова здесь Мы завтра Также просидим в холле Наверное, побольше времени Потому, что этот рейс был на 7,40 А у нас рейс на 21,10 То есть примерно Около 6 часов Мы просидим в холле Наконец-то Домой Наконец-то мы едем домой Да, долетим домой Слава Богу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!